Теплее, светлее и удобнее. Сургутяне оценили новые автобусы, которые закупили на автотранспортном предприятии Спопат. 23 автобуса вышли на линию несколько дней назад. Машины заказывали специально для северных широт, чтобы пассажиры в сильной холода не замерзли. В общей сложности закупка техники обошлась предприятию в 220 миллионов рублей. Новые автобусы выйдут на несколько маршрутов, в их числе и дачные, которые с этого года возят сургутян круглый год, а не только летом. Подробности далее. Коляска здесь спокойно, когда он наклоняется, у него меняется состояние. Абсолютно спокойно. Мамочки с колясками, а еще маломобильные пассажиры и пенсионеры. Новые автобусы, как рассказывают на предприятии, будут комфортны для всех и каждого. Их заказывали специально для северных широт, чтобы даже в лютые морозы сургутяне не замерзали. На заводе в автобусах установили двойные стеклопакеты и более мощную систему подогрева двигателя. В общей сложности на линию вышло 14 больших и 9 средних перевозчиков. Они низкопрофильные, как говорится, автобусы. Подъезжаем, когда к остановке, людям не нужно задираться, лезть выше, чтобы зайти в автобус. Они на уровне с остановочной площадкой. Здесь уже в салоне новый этап блок, как говорится, висит, в которой информация идет, что до остановки, все остальное, как говорится. Даже температура указывается. Новая техника уже вышла на линию. Автобусы развозят пассажиров по самым популярным маршрутам. Это и топовая четверка, и несколько дачных направлений. Туда, кстати, с этой зимы общественный транспорт стал ходить круглый год. Всего на закупку 23 машин на предприятии потратили 220 миллионов рублей. Деньги немалые, но такие вложения, говорят, объяснимы. Экономим, предприятие развивается, экономим, получили новые объемы, соответственно, денежные средства увеличились, и администрация нас не забывает. Вмещаемость большого класса 100 человек, вмещаемость среднего класса 72. Автопарк окупится не сразу. На предприятии говорят, что тарифы, которые они устанавливают, не всегда соответствуют рыночной цене. Кроме затрат на бензин и техопарк, обслуживание СПАПАД оборудовал всю технику системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, а еще закупил обязательно и сейчас одноразовые маски для пассажиров. Завышать цену за проезд в автобусе перевозчик при этом не будет. Однозначно могу сказать, тариф не повысится, потому что стоимость проезда определяется региональной службой по тарифам. И на следующий год она определяется. 27 рублей. Наши жители, те, кто перемещается на автобусах, они получат дополнительный уровень комфорта. Сами понимаете, это и вот вы сейчас видели, да, это и система вентиляции, это и двойной стеклопакет, это и возможность для маломобильных групп перемещаться достаточно комфортно. Новая техника, говорят, в СПАПАДе прослужит, кроме прочего, дольше предыдущей. Только двигатель там способен проработать на пять лет больше своего аналога. Всего на линиях работает сотня автобусов СПАПАД. Это крупнейший городской перевозчик, который курсирует по 28 маршрутам Сургута и Пригорода. Ольга Придоха, Ситора Габидова, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут.